За всего один спортивный год в Приморье успевает произойти уйма событий. Их итоги подводят традиционно в конце декабря, когда президенты местных федераций и выдающиеся спортсмены отмечаются почетными наградами, забирая порой вторую, третью, а то и пятую памятную статуэтку подряд. И спортсмены, и тренеры, и представители средств массовой информации, представители органов исполнительной, законодательной власти Приморского окрая, словом, все те, кто в течение 2017 года трудился для того, чтобы наши приморские спортсмены могли добиваться высоких спортивных результатов на российской и международной аренах. Здесь ежегодно отмечаются представители каждой федерации, если не победами, то особыми заслугами. Одной из главных интриг является звание «Лучший спортсмен года». В этот раз данную номинацию представляли и канаист Иван Штыль, и бадминтонистка Евгения Димова, и пловец Виталий Аботин. Для Виталия, к слову, год был особенно значим. Приморец выступал на сурдолимпийских играх, где смог завоевать пять золотых и одну серебряную медаль. Медали, конечно, меньше вышло, потому что у меня меньше дистанции было. Вот раньше на первой олимпиаде я был чуть помоложе, мог и больше это показывать. А сейчас уже потруднее. Слова благодарности услышали и руководители школ, и наставники спортсменов. Интересно, что большинство наград уходило в руки самбистам. Дело в том, что этот год в жизни местного самбо оказался чрезвычайно насыщенным. Наши девушки привезли награды чемпионата и первенства мира. Вдобавок, сам Владивосток впервые стал местом проведения первенства России. То, что было заложено у нас, развивали мы женское самбо, сейчас оно стало подниматься еще выше. Почему? Потому что те девочки, которые пришли еще лет, допустим, 15-20 того назад, они стали чемпионками мира, Европы, и они сейчас уже стали тренерами. Особенно много спортсменов было в номинации «Спортивный резерв». Здесь чествовали подрастающее поколение, которое уже с юного возраста накапливает свою копилку медалей и кубков. Среди награжденных, например, Полина Артюх. В свои 13 лет девочка смогла стать чемпионкой мира по буерному спорту. В соревнованиях, которые проходили в Польше, Полина обошла десятки соперников. Я очень довольна результатом, потому что это очень здорово выиграть такое глобальное и очень хорошее соревнование, которое останется в моей памяти на всю жизнь. Всего же за год «Приморский спорт» принес в свою копилку почти 800 медалей различного достоинства, среди которых 83 привезены с международных соревнований. Посмотрим, сможет ли 2018-й превзойти этот результат. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.